Здравствуйте! Вы смотрите на канале ГРТ программу «Общественный интерес». Создание антикоррупционного суда Молдова, перестановки и отставки в правительстве, о перспективах страны после выборов обсудим сегодня с нашими гостями. Сегодня к нам по скайпу присоединятся Зураб Тодуа, политолог, молдавский политик, писатель, доктор исторических наук. Александр Корниненко, политолог, историк. Президент Республики Молдова Майя Санду 11 ноября созвала Высший Совет Безопасности, в ходе которого заявила, что в Молдове нужно усилить борьбу с коррупцией. Она сообщила, что правительство и парламент разработают план, который обеспечит приоритетное рассмотрение таких дел. Кроме того, Майя Санду настаивает на создании антикоррупционного суда. Предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный нашим редактором. Необходимо разработать поправки, которые сократят сроки рассмотрения дел о политической коррупции, особенно дел о подкупе избирателей. Правительство и парламент совместно с другими учреждениями в ближайшие дни разработают конкретный план, который обеспечит приоритетное рассмотрение этих дел. Президент также сообщила, что на этой неделе в парламенте пройдут консультации по вопросу создания антикоррупционного суда. Майя Санду настаивает, чтобы проект приняли в окончательном чтении, а суд создали в срочном порядке. В ходе этих дискуссий мы обсудим предложения правительства, а также предложения других политических партий по поводу того, как можно скорее наказать и исключить этот крайне опасный феномен для демократии и безопасности нашей страны. Работу антикоррупционной прокуратуры президент раскритиковала и рекомендовала правительству подготовить предложение, как улучшить ситуацию. Она отметила, что все планы должны быть готовы максимум за 10 дней. Прокуратура по борьбе с коррупцией выступила с реакцией после заседания Высшего совета безопасности. Напоминаем, что в результате последних законодательных изменений, вступивших в силу в марте 2024 года, прокуратура по борьбе с коррупцией утратила компетенцию расследовать коррупцию на выборах. Но правительство могло бы принять во внимание опыт прокуратуры по борьбе с коррупцией для расследования таких случаев и бороться с этим антисоциальным бедствием, которое подрывает систему национальной безопасности. Убеждены, что последующие меры правительства приведут к усилению функциональных возможностей прокуратуры по борьбе с коррупцией в полном объеме, согласно обязательствам, принятым перед гражданами Республики Молдова и внешними партнерами. Прокуратура по борьбе с коррупцией напоминает, что сейчас в ведомстве наблюдается серьезная нехватка кадров и бюджетных средств для выполнения соответствующих задач. Татьяна Ставилова, Ирина Резунец, ГРТ Новости. Итак, уважаемые гости, что вы думаете о создании антикоррупционного суда? Господин Тодоа. Я думаю, что в ряды, либо заинтересованных жителей гражданин Молдавии точно скажет, сколько на сегодняшний день в Молдавии существует вот этих самых организаций по борьбе с коррупцией. Во всяком случае, я, насколько я понял, там то ли четыре организации, но в эти польши, которые предназначены для борьбы с коррупцией. В создании еще одного органа, вот этого антикоррупционного суда, я уверен, ничего не даст в плане борьбы с коррупцией. Просто потому, что, с моей точки зрения, это за четыре года, с 2020 года, как к власти пришла партия ПАС, с 2021 года, когда первый раз он получил госпрезидента, обещали, что не примут все усилия для борьбы с коррупцией. Мы помним, что тема борьбы с коррупцией была главной, с которой моя санду приходила в 2021 году. И за это время никаких результатов не было. Это признано как внутри страны, так, честно говоря, и властью признано. И это признано за пределами, международными экспертами и партнерами Молдон. Что причина здесь? Ну, наверное, можно высказывать разные предположения. Ну, одна из, на мой взгляд, в том, что очень многие лица заинтересованы в том, чтобы не было серьезной борьбы с коррупцией. Возможно, это связано с тем, что те связи, те командные комбинации, которые существовали в прежнее время при власти Альянса европейской интеграции и при режиме Плохотнюка, они сохранились по существу. И есть люди, которые, в том числе и во власти, которые заинтересованы, чтобы это все существовало. Потому что это дает серьезные наличные деньги. В этом заинтересованы как те, кто их принимает, так и те, кто их прикрывает во власти. Именно поэтому на сегодняшний день мы не имеем никаких результатов борьбы с коррупцией. Потому что, если убрать все эти фантазии по 300 тысяч граждан и тому подобное, то за прошедшие 5 лет, с момента пребывания власти партии Плохотнюка, не было ни одного серьезного судебного процесса, не было ни одного лишения суда, и не было ни одного доведенного до конца дела по теме коррупции. Я, во всяком случае, такого не припомню. В итоге, вот сейчас предложение создать этот самый суд. А зачем, когда существует антикоррупционная прокуратура, Центр по борьбе с коррупцией, и еще какие-то организации, которые занимаются борьбой с коррупцией? Чем больше организаций по борьбе с коррупцией, тем больше коррупции вот так получается в Молдавии. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы по-настоящему бороться с коррупцией, во-первых, нужна политическая воля, желание бороться с коррупцией. Во-вторых, одна, максимум две организации, которые этим занимают. Контроль, естественно, со стороны президента и парламента. Ну, готовность вести борьбу с коррупцией даже в том случае, если в этом замешаны твои родственники, твои друзья, твои коллеги по парламенту, по правительству и по министерствам. Известный политик Ли Куан, который автор вот этого самого чуда азиатского, он как раз один из тех, кому удалось победить коррупцию в своей стране. Он сказал однажды, что вы победите коррупцию только тогда, когда сможет, не оглядываясь на свои связи и личные отношения, по-настоящему отвергнуть в этой борьбе с коррупцией, в том числе своих ближайших друзей, родственников и партнеров в свою работу. Вот этого в Молдавии нет. Мы знаем, что существует комовство, существуют вот эти самые непормальные связи. И в Литве сейчас есть то, о чем я говорю. Это одного серьезного вопроса по коррупции, но есть масса слов о том, как с ней бороться. Спасибо, Александр. Как вы думаете, создание антикоррупционного суда победит коррупцию в Молдове? Как говорили раньше, если хочешь завалить какое-то дело, то создай комиссию. Вот решили создать новую комиссию, антикоррупционный суд. И очень удивительно, наверное, у нас очень короткая память, мы забываем обещания политиков. И действительно, моя самая, когда приходила к власти, я помню, что был главный месседж, что у нас будет борьба с коррупцией, мы победим коррупцию и так далее. В результате партия ПАС ввязалась в те же самые коррупционные схемы, которые были. Нам обещали реформу юстиции. Реформа юстиции – это такое дело, если туда влезть, ты уже оттуда не вылезешь. И я смотрю, сейчас анализирую, вот за три года, что они попытались сделать с юстицией. Создаются, опять же, бесконечные комиссии. Вейтинга, привейтинга. То есть такие слова обычному человеку и даже, наверное, эксперту очень сложно понимать, кто не разбирается вот в этих делах. Вообще, юридическая система Молдовы – это закрыта клановая система. Она существует сама по себе, государство в государстве. И вот мы Асанду вместо того, чтобы как-то эту систему форматировать, реформировать очень жестко, потому что без жесткой реформы системы юстиции ее невозможно реформировать, без политической воли. А как тогда реформировать систему, когда действительно Молдова – маленькая страна? Кумовские связи, наношизм, друзья. Как возможно посадить в тюрьму за коррупцию своего одноклассника? Как возможно посадить в тюрьму за коррупцию своего наноша? И у нас постоянно происходит то, что как-то коррупция, она плодится по стране. Как в верхних эшелонах власти, так и бытовая коррупция. Она, более того, она у нас постоянно растет, и мы это ощущаем. И хотя они называют себя там проевропейцами и так далее, но когда дело касается каких-то тут схем, то опять всплывают те же самые схемы, которые были уже десятилетиями. И зачем вообще создание этого нового ведомства? Это еще одно прикрытие того, что она здесь пытается якобы реформировать. На самом деле это косметический ремонт, и никаких глубинных реформ не будет. Потому что было заявление о 300 тысяч якобы купленных голосах, о коррупции, гибридная война. То есть те заявления, которые мы постоянно слышали и слышим уже 4 года. И вот вам новое ведомство, которое уже будет и бороться с этим. Но с другой стороны, кому-то это тоже выгодно, потому что в это новое ведомство у политиков дети растут. Ведомств становится все меньше, дипломатических миссий все меньше. Надо куда-то определять будущее подрастающее поколение. И вот, в принципе, новое ведомство, которое может вместить в себе новые рабочие места. Вот Майя Санду создаст еще 100 рабочих мест в так называемом новом ведомстве, в новой прокуратуре. Госпожа Санду отметила, что особенно антикоррупционный суд будет бороться с политической коррупцией. Вот на ваш взгляд, есть у нас политическая коррупция в Молдове? Политическая коррупция, она есть в любой стране. Просто где-то у кого-то аппетиты поменьше, у кого-то аппетита побольше. Но, как мы увидели, любые ведомства в Республике Молдова, которые создают власть, актуальную власть, они служат не для того, чтобы бороться и быть транспарентными, бороться с самим явлением. Они создаются для того, чтобы бороться с конкретными людьми. И это будет не что иное, как снова борьба со своими оппонентами. С тех, кто выступает против действующей власти, но никак не самим явлением. Поэтому, ведь у нас, если мы возьмем любое интервью госпожи президента, то она всегда получается безгрешна. Она никогда не берет ответственность на себя за свои ошибки. Как, в принципе, и правительство. Потому что им всегда мешает то гибридная война, то шпионы, то иностранное вмешательство и так далее. Нет у них силы воли выйти и сказать, что действительно здесь ошиблись, там ошиблись, это надо исправлять. Да, мы учли вот эти промахи правительства. Президент учел это. У них всегда кто-то виноват. И поэтому это будет лишь борьба с оппонентами, которые мешают действующей власти и ничего более. Они найдут политическую коррупцию во всех оппозиционных партиях, но не найдут политической коррупции правящей партии, это уж точно. Госпожа Санда уже обещала, что после переизбрания возможны перестановки в правительстве. Мы уже видели первую отставку господина Аспыну. Вот на ваш взгляд, кабинет министров, как изменится? Господин Тодо, вопрос к вам и вопрос к вам, Александр. Пожалуйста, хотел бы подключить Зураба Тодо. У нас техническая заминка. Александр, можете вы ответить на этот вопрос? Ну, господин Аспыну, его отставка оказалась весьма неожиданной. Ну, для меня лично, я не говорю о других. Хотя многие говорят, что эта ставка была предрекаема, потому что, учитывая то, что у нас происходит в Министерстве инфраструктуры, а именно вот эти остановки, там сколько они, 200 тысяч стоят, ремонт дорог, неоправданно высокие затраты на это. Но Андрей Спыну все-таки являлся одним из главных лиц в партии действия и солидарность. И, в принципе, он отвечал очень за многие вопросы. Он влиятельная фигура. И очень большой вопрос, насколько эта отставка была контролируема. То есть, Андрей Спыну вышел из политической партии, все-таки он тяжеловес, политический тяжеловес. И у меня возникает здесь вопрос, насколько управляемая была эта отставка. То есть, если Андрей Спыну все это делает для того... Ну, он партию по-любому создаст. И действующей правящей партии нужны партии-спойлеры на правом фланге, потому что они не возьмут ни в коем случае большинство в парламенте. Если господин Спыну будет выступать спойлером, это контролируемая отставка. Если у них есть какие-то недомолвки в самой партии, вот как писал господин Цирди о том, что Андрею Спыну отказали вместе премьер-министром, то тут, безусловно, неконтролируемая отставка. Я уверен на 100%, что в любом из этих двух случаев господин Спыну останется на политическом олимпе. Он будет создавать политическую партию, будет создаваться новая проевропейская альтернативная сила. Что касается других министров. Конечно, сейчас очень важно Майе Санду показать своему электорату, что все-таки она их услышала, потому что она получила разгромные результаты и по так называемому еврореферендуму, и не вышла, как она рассчитывала, с первого тура занять снова кресло президента. Поэтому для нее очень важно показать, что есть какие-то косметические изменения. В нашем правительстве должность министра является политической. Она ни в коем случае замена министра, очень редко приводит к каким-то изменениям самой политики ведомства, потому что все-таки основную роль играют те люди, которые не появляются на политическом небосводе. Те, которые очень редко ходят на телевидение, дают интервью, это начальники департаментов, госсекретари. Они-то, по сути, остаются на своих местах. Поэтому здесь есть такая возможность, когда можно убрать вот эти громоотводы. И там список действительно тех министров, которые раздражали не только оппозицию, но которые раздражали и, собственно говоря, самих сторонников Майя Санду. Это Ява Немиренко, которая полностью провалила сферу здравоохранения. Господин Алайба, который имеет смелость хвастаться ростом экономики в Молдове. 0,7% в 2023 году, в 2024 году 2,5%. И там прогнозируемое на 2025 год 3 с чем-то процента. Это Всемирный банк прогнозирует. Поэтому очень важно сейчас... Кроме того, они не раз попадали в разные политические скандалы. И самое главное их сейчас убрать, чтобы вот сбить общественный накал перед парламентскими выборами. Потому что первый день после президентских выборов мы фактически вступаем в первый день электоральной кампании по выборам в Молдавский парламент. Поэтому для нее очень важно сейчас убрать тех, кто больше всего раздражает общество. Тех, у кого наиболее низкий антирейтинг. В том числе и министра юстиции. Потому что реформа юстиции провалена. И они, в принципе, провластные эксперты даже это признают. Что реформа юстиции за три года была провалена. И они в ней не продвинулись. У нас нет транспарентной юстиции. Мы по-прежнему проигрываем дела в ЕСПЧ. По-прежнему у нас бизнес кошмарится. А суды не могут его защитить. Более того, мы видели отставку судей апелляционной палаты. Других палат. И в результате юридическая система не только не перезагрузилась, как она должна была перезагрузиться. Она забуксовала. Сейчас эти дела просто лежат в кишиневских судебных инстанциях. И они никуда не двигаются. Это провалы. Поэтому их уберут. Но, в принципе, населению, я думаю, что ждать каких-то существенных изменений вообще не стоит. Политика, в принципе, продолжится в том русле, в котором она была. Нету сейчас предпосылок для какого-то экономического рывка. Нету предпосылок для каких-то глобальных реформ. Поэтому перед парламентскими выборами, извините, нам просто попытаются продать новые лица в правительстве. Вы говорите о том, что возможно не ждать изменений в стране. То есть экономического роста. Ну нет, нет сегодня предпосылок. Как может быть экономический рост, когда наши основные инвесторы иностранные отсюда уходят? Молдова, по сути, сейчас ничего толком не производит. Какие могут быть экономические предпосылки, например, когда те же аграрии оказались снова в сложном положении. Они уже несколько лет требуют от правительства принять меры, принять чрезвычайное положение в агросекторе. А мы по-прежнему остаемся, несмотря на то, что мы декларируем путь в Европейский Союз, мы по-прежнему остаемся аграрной страной. Ну, аграрно-промышленная по-разному называют. Но аграрный сектор по-прежнему играет важную роль. И как тогда у нас могут быть экономические сдвиги, когда ты заходишь в супермаркет, в Кишиневский, и там эквадорский виноград, турецкие помидоры, огурцы тоже турецкие, польские яблоки. Как в аграрной стране мы не можем обеспечить нашу страну фруктами, не можем обеспечить виноградом и так далее. Поэтому очень многие... Плюс, помимо этого, из-за конфликта на Украине мы потеряли и традиционные рынки сбыта, и не можем наладить логистику, и правительство ничего для этого не сделает. И я еще раз повторюсь, что по прогнозам Всемирного банка нас в следующем году, в 2025 году, не ждет рост экономики более 4%. Ну, это просто смешно. И если мы зададимся вопросом, на что мы будем опять жить, мы будем опять с протянутой рукой, как делали это очень часто, снова просить новые транши и новые кредиты у Евросоюза на те же компенсации. Ну, в общем, это называется латание дыр. Мы не инвестируем эти деньги в экономику, если мы берем кредит, мы должны что-то инвестировать. Мы эти деньги, ну, фактически проедаем. Мы залатали дыры, получили компенсации те же. И вот даже, когда говорят за компенсации за тепло, за энергию, ну, вот перед отопительным сезоном, и там написана такая строчка, да, компенсация, раньше была в платежке, компенсация получена благодаря правительству Республики Молдова. Но они дописывают, что благодаря тому, что мы попросили эту компенсацию в кредит, и нам придется ее отдавать. Но возвращать. Да. Кредит придется возвращать. Да, и возвращать, я вам скажу, даже не деньгами. Но да, и да, это было, то есть, окончание моей мысли, что так или иначе нам придется возвращать, потому что, если мы не можем сами заработать деньги, сами не можем использовать свой промышленный потенциал, то тогда, безусловно, нам придется снова просить кредиты и снова продолжать их отдавать. Да, и для европейцев, возможно, это небольшие суммы, вот, но для нас эти суммы кажутся судьбоносными, и когда-то нас попросят их отдать, и, как я уже говорил, даже не деньгами могут попросить, потому что могут попросить и землей, могут попросить и другими ресурсами, потому что балк платежом красен, в общем-то. К сожалению, господин Зураб Тоду не может с нами связаться, вышла такая проблема, поэтому мы продолжаем нашу программу с Александром Корененко. Александр, у меня следующий к вам вопрос. Вот, по словам президента Майя Санду, в четверг она собирается консультироваться с общественностью и политиками. Вот, на ваш взгляд, что приведут эти консультации и чего нам ожидать от этих консультаций? Да, но смотря опять же, я не думаю, что здесь будет встреча с какими-то оппозиционными политиками. Как мы видим, у госпожи президента нет союзников. В принципе, это очень злую шутку сыграло с ней на президентских выборах, когда она проиграла внутри страны. Вот, ну, она попытается перед парламентскими выборами реабилитировать этот момент. То есть, если мы возьмем время ее президентства, то фактически не без помощи наших европейских партнеров правый фланг выжигался напалмом. Если вы вспомните всю историю Республики Молдова, то у нас всегда в истории страны слева была сильная, мощная партия, а правый фланг всегда был раздроблен на несколько партий, которые, в принципе, создавали различные коалиции. Если мы возьмем последние четыре года, то фактически Майя Санду выиграла битву за правый фланг. Она сместила абсолютно в политическое небытие своих конкурентов и бывших партнеров. То есть, в политике она очень жесткий и волевой человек, что касается убрать своих же партнеров. Здесь, когда у нее были президентские выборы, и ей нужны были голоса для второго тура, потому что все-таки она рассчитывала на первый тур, она рассчитывала выиграть это без союзников, то, как мы видим, у нее не получилось выиграть. Ну, благодаря голосам диаспоры, благодаря нашим европейским соседям и так далее, все-таки они вытянули этот результат. Но вы сказали союзники, а кто были ее союзниками? Я имею в виду европейские соседи. Европейские соседи – это ее сегодня союзники. Потому что внутри страны у нее по факту союзников нет. Она одна, она одиночка. И у нее ничего не оставалось ей делать на этих президентских выборах, как активизировать тот ресурс, который есть в Европе. Это диаспора. Вот она, собственно говоря, и воспользовалась этим ресурсом, потому что внутри страны ей фактически искать было неоткуда помощи. Потому что за вот этот ее период президентства она своих потенциальных союзников с политического поля стерла. И сейчас, когда идут парламентские выборы, и она понимает, что партия ПАС при любом раскладе не может получить монобольшинство. То есть это фантастика, чтобы они получили 50 плюс 1 голос в парламенте. Поэтому сейчас ей очень важно, чтобы наладить связь с какими-то партиями проевропейскими. Потому что очень многие избиратели Майя Санду, если мы возьмем по-честному, они имеют проевропейские взгляды, но голосовали они за нее от безысходности. Даже если посмотрим на вот этот так называемый еврореферендум, очень многие проевропейцы голосовали против. Чем это было обусловлено? Это было обусловлено как протестное голосование тем, что они не согласны именно с политикой президента, которая с помощью такой политтехнологической манипуляции решила вытащить свой рейтинг. Но на самом деле угробило рейтинг евроинтеграции. И вот многие из них голосовали, даже симпатизируя Европейскому Союзу, как в качестве протеста они выбрали голосование против. И таким образом она осталась без союзников. И сейчас она понимает, что на правом фланге будут возникать альтернативные политические силы. Потому что если мы возьмем эту победу ее на выборах, то это первая победа. Мы увидели, насколько сегодня слаб президент, насколько мы можем подвергнуть легитимность ее избрания внутри страны. И то есть это очень серьезно шатает под ней кресло. Молдова является страной парламентской. Поэтому парламент является у нас основным актором на политической арене. Поэтому получается так, что ей сегодня очень важно найти каких-то политических союзников на правом фланге, чтобы создать с ними в будущем коалицию. И в этот период она будет заниматься тем, что будет искать политические силы. Возможно, будут создаваться политические спойлеры на правом фланге. Такие партии, которые оттянут голоса недовольных проевропейцев на себя. И в принципе она с ними сможет создать в будущем парламенте коалицию. Поэтому она понимает, что на парламентских выборах ей одной не вытянуть снова. Поэтому она будет встречаться уже и консультироваться с другими политиками. Вот на ваш взгляд, какое ждет Молдову будущее в европейской семье? Изменения уже в Конституции будут несены. Итак, в 2030 году, как анонсировалось, Молдова станет страной Евросоюза. И какое ждет нас будущее в этой европейской семье? Это очень оптимистичный прогноз. Потому что новый комиссар... Сейчас была одобрена новая комиссар по... Ну, еще не одобрена Европарламентом, но одобрена комиссией по внешним делам Европейского Союза. Госпожа Кос, если я не ошибаюсь. И она сказала, что Евросоюз сейчас сосредоточит в будущие 5 лет свое внимание на Черногории и на Албании. То есть, и почему-то, когда власть говорит о том, что мы движемся в Евросоюз, она забывает о том, что есть четкие копенгагские критерии. И они очень жесткие. Туда не примут страну. Например, в Республике Молдова 67 домохозяйств не подключены к центральной канализации. По нормам Евросоюза это должно быть 98%. Каждая восьмая школа сегодня в Республике Молдова без санузла внутри здания. Более 50% домохозяйств имеют уличные туалеты. Вот если мы возьмем не вот эти вот европейские флаги, не европейские красные дорожки, яркие возгласы о том, что мы движемся в Евросоюз, а спустимся и увидим, насколько же мы соответствуем вот этим строгим европейским критериям. Я не говорю уже о росте экономики, инфляции. Это слишком глобально. Мы должны начинать с проселочных дорог и мы должны начинать с подключения канализации к домам. Вот об этом надо сегодня говорить. Необходимо ли решать приднестровский вопрос? Безусловно. Мы не можем без Приднестровья туда войти. Более того, мы должны решать не только приднестровский вопрос, мы должны найти консенсус в обществе, если мы хотим двигаться в Европейский Союз, чтобы большинство граждан этого хотели. Они, как показывают референдум, 9 районов хотят, а остальные районы не хотят. Там 26, по-моему, сейчас не вспомню. А остальные не хотят. Поэтому, когда вы раскололи общество, когда вы не готовы... Но разница это составляла 1% между да и нет. За счет голосов диаспоры. И эта разница составила 10 564 голоса. И это решалось в последние минуты, когда в США открывались участки. И, собственно говоря, Молдавская диаспора в США, где была открыта, если я не ошибаюсь, около 50 или 60 участков в Северной Америке. И туда было отослано 100 тысяч бюллетеней для голосования. И невозможно было проследить, как они голосовали. То они фактически вытащили этот референдум. Но если мы возьмем страну Республику Молдова, европейские еврочиновники не могут не понимать, что они собираются евроинтегрировать ни Калифорнию, ни штат Массачусетс, ни Небраску, в которой вытащили референдум. Они собираются евроинтегрировать. Бричанский район, они собираются евроинтегрировать, не знаю, Онгены, Кишинев, Гагаузию, Тараклию, Окницу, Гладень и так далее. Они собираются молдавские регионы интегрировать в Европейский Союз. Поэтому здесь нельзя не понимать, что в самой стране-то евро-референдум провалился. И если мы говорим уже о Приднестровье, то здесь тоже то, что говорит кто-то, в том числе и президент страны. Для меня странно, когда гарант Конституции, гарант суверенитета страны, говорит о том, что мы можем идти в любое интеграционное образование. Она сказала о Евросоюзе. А я говорю, вообще, в любое, будь то любой союз, любое интеграционное объединение, мы не можем часть страны евроинтегрировать или куда-то интегрироваться, а вторую часть страны просто оставить, потому что они против, и не вести с ними диалога. Но это максимально странный подход, когда ты в любой другой стране президент бы за такие слова подал в отставку, или у оппозиции возник вопрос, насколько этот президент легитимен, если он заявляет о том, что какую-то часть страны можно не вести за собой в какое-то интеграционное объединение. Поэтому пока не будут решены эти вопросы, в том числе и предмистровский вопрос, то ни о какой евроинтеграции идти речи не может. Если они предлагают нам кипрский кейс, когда Кипр евроинтегрировали без северного Кипра, это совершенно другой случай. И это их фантазия. Никогда Европейский Союз не допустит того, чтобы расколотая страна вошла в это интеграционное объединение. Александр, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали те высказывания, которые звучат в адрес с Гагаузи и Гагаузов. Лишить финансирования. Звучат очень много угроз. Угрозы даже нашей компании. Как вы считаете, насколько это правомерно в такой европейской стране, как Молдова? Это не правомерно. Я очень много слышал и до выборов, и после выборов. Сейчас активисты, госпожи Санду активизировались, и они предлагали и лишить Гагаузи автономии и так далее. Это, опять же, очень странно. В любой европейской стране, если какой-то из регионов, районов и так далее, не согласен с политикой центральных властей, они туда ездят и убеждают этих граждан. Они с ними в первую очередь говорят. Если мы посмотрим, далеко идти не надо. Опять же, посмотрим в Европейский Союз, то, что произошло сейчас в Испании. Огромная трагедия, наводнение. Прибыл туда король Испании. И в первую очередь, что с ним случилось? Народ начал забрасывать его грязью. Но король не ушел. Он выдержал все удары грязью, и он поговорил с этими людьми, и он им обещал, что будут предприняты все необходимые меры. Хотя это центральная власть, они федерация, у них большие полномочия у автономных властей в Испании и так далее. Но несмотря на это, глава государства взял на себя ответственность. Как тогда можно говорить об ответственности, когда госпожа Санду там, когда приезжает в Гагаузию, с кем-то она хочет встречаться, с кем-то она не хочет встречаться. И вообще ездить там где-то по проселочным дорогам, лишь бы не разговаривать с жителями. И поэтому это, конечно... Но с представителями власти, исполнительной власти не было ни одной встречи еще госпожи президента и главы автономии Башкана Гагаузии. Да, и очень... Сколько это в одной большой, дружной семье Молдовы такое возможно? Это очень странно. И в том числе меня очень беспокоит то, что нарушается и сам закон Конституции Республики Молдова, потому что все-таки глава автономии должна, должен быть членом правительства. И Майя Санду, вопреки Конституции страны, до сих пор не подписывает этот указ. Тогда о каком единстве нации мы можем говорить, если идет такое отношение к Гагаузской автономии? И я думаю, что в этом смысле ей там не стоит искать симпатии, и она и не пытается это делать. Хотя ей следовало бы и поговорить даже с простыми жителями, что они думают о ее политике. Но пока мы видим только вот такую ситуацию, которую мы видим, к сожалению, это ситуация, которая раскалывает общество, на мой взгляд. И это печально, потому что когда Майя Санду в 2020 году избиралась в президенты, она обещала все-таки быть президентом для всех. Ну и сейчас тоже такие звучали призывы и обещания, что президент будет для всех. Я надеюсь, что диалог все-таки будет. Мы с удовольствием ее и приглашаем в нашу студию на интервью. Я думаю и уверена, что нашим телезрителям будет интересно послушать госпожу президента. А у меня следующий вопрос. Александр, скажите, повлияют ли выборы в Соединенных Штатах на изменение ситуации, то, что происходит у нас сейчас в Молдове? И вот какие перспективы ждать вообще? На ваш взгляд? Да, очень сложно сказать. Я не думаю, что как-то политика глобально изменится. Но что касается нашего региона, изменения будут. Потому что подходы господина Трампа, они в корне отличаются от тех, которые использовала демократическая партия. тем более сейчас у господина Трампа есть все рычаги власти в государстве. И он, республиканская партия, контролирует и палату представителей, и сенат, 51 сенатор. Вот. Поэтому, я думаю, в контексте каких-то глобальных вызовов, да, нам стоит ожидать изменений. Но в каком-то здесь, как бы сказать, в нашем местном это, скорее всего, каких-то особых изменений я бы не ждал. Потому что все-таки мы не такой глобальный игрок, как Россия, как Украина. И в первую очередь будет решаться их участь. Но нас обязательно любое решение, которое будет принято по ситуации в регионе, много предположений, что там будет подписано Ялта-2, будет раздел мира, новый железный занавес. Очень сложно комментировать в таких глобальных масштабах, но в любом случае то, что будет происходить начиная с 20 января, когда произойдет инаугурация Трампа, в любом случае любые решения нас заденут. И главное, чтобы эти решения были положительными и чтобы нас не засыпало геополитическими обломками от того, что решат сильные мира всего. Мы, к сожалению, должны будем только принять это решение. И вот здесь бы хотелось действительно национального единства, чтобы мы любое геополитическое решение и любые его последствия восприняли как единая страна. Но, как я понимаю, такого у нас, к сожалению, не получится. Конечно, есть достижения, есть много проблем в Молдове. Вот на ваш взгляд, как вы думаете, как будут решаться те проблемы, которые накопились новым правительством, президентом? Очень сложно сказать, потому что я не в президентской команде, но, исходя из той практики, которую они уже применяли, то это ситуация с пожарными. Обычно это используется чаще в положительном контексте, когда есть менеджер пожарный, в кавычках, который тушит пожары. А у нас получается так, что порой правительство само поджигает какие-то пожары, а потом их тушит. У нас не было проблем в энергетике, надо было продлить вот этот газовый контракт, едет господин Спыну, подписывает новый контракт, приезжает, говорит о каких-то новых формулах, и бац, и у нас получается газ вырос в 7 раз. И они занимаются тем, что правительство пытается найти деньги для компенсации, пытается найти деньги для того, чтобы как-то минимизировать этот кризис, но этого бы не возникло, если бы они сами эту кашу не заварили. То же самое у нас с инфляцией, то же самое, то есть у нас получается, там выросли ипотечные кредиты из-за того, что инфляция на треть, люди не способны платить под угрозой утраты жилья, тут же приходит правительство, мы нашли, вот взяли в кредит, вот вам будут компенсации, чтобы минимизировать эти потери. Ну то есть это какое-то очень странное правительство, которое поджигает и потом само тушит пожары. Поэтому я в этом смысле хотелось бы видеть изменения, но пока я не оптимист в этом смысле, в смысле, что у нас будут какие-то глобальные решения. Но в преддверии парламентских выборов возможны изменения? Какие-то изменения возможны, но они будут носить косметический как раз опять же характер и будут реализовываться на деньги Европейского Союза, которые все-таки были влиты огромные средства за время правления Майя Санджер, говорят, 1 миллиард 800 миллионов евро, то есть это огромные деньги. Я думаю, что какие-то вливания в страну снова будут, но они ограничатся какими-то повышением зарплат, повышением пенсии, единоразовой выплаты. Это все перед выборами будет. То есть политическую поману у нас не отменял никто. Но вот именно каких-то коренных изменений в жизни общества, которые бы сделали нашу жизнь лучше на будущее, а не на определенный период в 4-6 месяцев, такого я, к сожалению, сегодня не наблюдаю. Если сделать такой прогноз, на ваш взгляд, какие могут партии пройти в парламент? Если брать, если бы выборы произошли сейчас, то, на мой взгляд, партия ПАС попадает в любом случае, но без большинства в парламенте попадет. Если брать с правого фланга, возможно, попадет еще какая-то, потому что правому избирателю нужна альтернатива. Поэтому есть там ряд партий, что-то типа партии перемен и так далее. Они могут взять какой-то электорат аккумулировать, если там даже пойдут блоком, а они идут блоком из четырех партий. Если мы возьмем левый фланг, то это безусловно партия социалистов. Причем, как я понимаю, у них не будет нового блока партии коммунистов и социалистов, потому что мы видели на президентских выборах нелицеприятные высказывания друг о в нем тех кандидатов, которые имели успех на этих выборах. Это вполне возможно. Ирина Влах анонсировала новый проект, она неплохо выступила на президентских выборах. Возможно, это Василий Тарлев, но их проценты будут небольшие, то есть до 10 депутатов. И не знаю, как реализует свой предвыборный потенциал Виктория Фортуна, потому что тоже получила неплохие результаты. Посмотрим, будет ли она создавать партию или присоединиться к какой-то из действующих партий. И здесь есть еще один момент, конечно же, с Александром Дмитриевичем Стояногло. Что в результате будет с ним? Будет ли он объединять вокруг себя какой-то блок партий? Или будет он все-таки создавать новую политическую силу? Или останется поддержанным партией социалистов Республики Молдова? То есть это сыграет очень большую роль, какую все-таки сторону он выберет, потому что так или иначе он сегодня политик номер один внутри Республики Молдова. И очень важно ему сейчас не растерять тот кредит доверия, который ему предоставили граждане Республики Молдова. Так что посмотрим, как он себя поведет в этой ситуации и уже другие партии. Но то, что парламент будет пестрым и будет состоять из 5-6-7 партий, это точно. То есть мы после парламентских выборов скорее всего войдем в политический кризис, потому что там невозможно будет создать мощную коалицию. Александр, оппозиция заявила, что опротестуют результаты выборов референдума. Вот на ваш взгляд есть у них шансы? Абсолютно никаких шансов, потому что Конституционный суд и суды в принципе уже высказались по этому поводу. И я считаю, что оппозиция сейчас делает так, потому что так надо. Чтобы избиратель видел, что они просто не сидят сложа руки, потому что другого сейчас оппозиция не может. Какие-то мощные мобилизационные действия типа протестов сейчас оппозиция не может сделать. Более того, она бережет силы к парламентским выборам. Поэтому я даже думаю, что они сами не верят в то, что суд как-то может отменить это или как-то высказаться по-другому, нежели от того, как высказался Конституционный суд, который признал и европейский референдум, и который признал второй тур выборов президента и первый. Спасибо. Я благодарю наших гостей. К сожалению, не до конца программы с нами был Зураб Тодо, политолог, молдавский политик, писатель, доктор исторических наук. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы смотрели на канале ГРТ программу «Общественный интерес». Сегодня у нас в гостях по скайпу были Зураб Тодо, политолог, и Александр Корененко, политолог. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего вечера на канале ГРТ. ГРТ.